Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к евреям Перверхонного апостола Павла. И сегодня мы делаем обзор седьмой главы этого послания. Учение о первосвященническом служении Христа так превосходно само по себе и составляет такую существенную часть христианского православного вероисповедания, что апостол Павел, первоверховный апостол, любит задерживаться на этом учении. Надо сказать, что для самих иудеев ничто не было так дорого в левицком служении, как служение первосвященника. И эта тема была для них понятна, и она была им близка. И в то же время они не могли не знать, что в книге пророка Осии 3.4 сказано «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ифода и теравима». И вот апостол уверяет евреев о том, что, приняв Христа, они будут иметь нечто несравненно лучшее, чем то служение первосвященника человека, которое было в еврейском народе, которое являлось только тенью будущих благ и указывало на Христа. Итак, с 1 по 3 стих 7 главы «Послание к евреям» дается более подробная характеристика Мелхиседека. Далее, с 4 по 10 стих «Описание превосходства его священства над священством Аарона». Далее, с 11 по 28 применение всего сказанного ко Христу с целью доказать превосходство его личности, превосходство его служения и превосходство его завета, уже не ветхого, а нового. «Ибо Мелхиседек – царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». И вот здесь давайте вспомним, как в самой книге «Бытия» описывается это событие, встреча патриарха Авраама с таинственным священником Бога Всевышнего Мелхиседеком. Это 14 глава книги «Бытия», 17 по 20 стих. «Когда он, то есть Авраам, возвращался после поражения Кедер-Ламера и царей, бывших с ним, это когда Авраам освобождал племянника Лота, царь Содомский вышел ему, то есть Аврааму, навстречу в долину Шавы, что ныне долина царская». Царь Содомский хотел отблагодарить Авраама за то, что, спасая Лоту, он спас и жителей Содома, и царя Содома. «И Мелхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, то есть Авраама, как больше благословляет меньшего, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыке неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть из всего». Действительно, Мелхиседек, по-еврейски Малхиседек – это таинственная личность в Пятикнижии Моисея. Конечно, в еврейском народе были разные столкования, кто-то говорил, что это Сим, сын Ноя, но у Сима есть родословие, есть и отец, есть и мать, а здесь ничего такого мы не видим, не наблюдаем. Таким образом, вот этот таинственный Мелхиседек, который выносит хлеб и вино, встречая Авраама, а хлеб и вино – это евхаристические знаки, он есть величайший прообраз Иисуса Христа. Так понимали и блаженный Августин, и многие другие отцы церкви. Григорий Богослов, святитель, пишет, «Христос – пастырь, как вселяющий на злачных пажитях, воспитывающий на тихих водах». Здесь аллюзия с Псалтирию, 22-й Псалом, 2-й стих. «Путеводствующий отсюда, защищающий от зверей, обращающий заблудшего, отыскивающий погибшего, обвязывающий сокрушившегося, оберегающий крепкого и вещаниями пастырского искусства, собирающий в тамошнюю ограду». Это о Христе, как о пастыре. Далее Григорий Богослов пишет о Христе, что он овца. Действительно, в Евангелии от Иоанна 10-11 он называется пастырем, а у пророка Исаии, 53-7, он как овца, как закаление, агнец, здесь отсылка 1 Петра 1,19, как совершенный, агнец – совершенная жертва. «Он Христос и архиерей», пишет Григорий Богослов, ссылаясь на послание к евреям 4,14, «как дарующий нам доступ в небеса». Он и Мелхиседек, здесь отсылка идет к главе, которую мы сейчас обозреваем, послание к евреям 7,3, «Мелхиседек, как рожденный без матери, по естеству высшему нашего», то есть божественного, божественному, и без Отца по естеству нашему, то есть как человек, то есть как Бог, Он предвечно рождается от Бога Отца без матери, как человек, Он рождается без земного Отца, на это Григорий Богослов обращает внимание, «как не имеющие родословия, по горнему, то есть небесному рождению, ибо сказано, род его кто изъяснит?» Никто не может изъяснить происхождение Христа по божеству, по человечеству, да, мы имеем два родословия в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, «как царь Салима, то есть мира, как царь правды, и как приемлющий десятину от патриархов, которые мужественно подвязались против лукавых сил». Здесь такая прямая аллюзия с тем, что познать Христа в его божестве мы не можем, как и Авраам не понимал, откуда Мельхаседек, но почитал его как истинного царя, истинного пересвященника. Далее в этой главе идет описание превосходства его священства над священством Аарона, превосходства чина Мельхаседека над чином Аароновым. Я напомню, что в ветхозаветные времена священство было по чину Аарона, когда священниками, действующими, могли быть только из колена Левина и только прямые потомки Аарона. Амельхаседек меняет всю эту ситуацию. И в христианской церкви духовенство по чину Мельхаседека в том смысле, что мы не обращаем внимания на родословную человека, на его происхождение. И об этом с 4 по 10 стих, и мы читаем. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Если Авраам дает десятину Мельхаседеку, значит, он признает его именно главенство над ним, над Авраамом. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающие священство из сынов Левиных, имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чесел Авраамовых, но сей, то есть Мельхаседек, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование, то есть он благословляет Авраама, который уже имел удивительное благословение от Бога, как бы восполняя их, как Новый Завет, он усиливает действие благодати в сравнении с Ветхим. Без всякого же прикословия меньшей, то есть Авраам благословляется большим, то есть Мельхаседеком. И здесь десятины берут человеки смертные, то есть в обычной ситуации десятина дается обычным людям. А там, вот в этом случае с Авраамом, имеющий о себе свидетельство, что он живет, откуда он, куда он идет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ведь Левий произойдет от чисел Авраама, а так как Авраам дал десятину Мельхаседеку, он признал превосходство этого чина над ним, а если над ним, то и над всеми, которые произойдут от его чрева. Это и есть превосходство христианского священства над ветхозаветным священством. Ибо он, то есть Левий, был еще в чеслах отца, то есть Авраама, когда Мельхаседек встретил его, то есть Авраама. Далее делается применение всего сказанного к Христу с целью доказать превосходство его Христа личности, его Христа служения и его Христа завета. Об этом с 11 по 28 восьмой стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, то есть ветхозаветного, ибо с ним сопряжен закон народа, не народов, а народа, то есть одного еврейского народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхаседека, то есть наднационального чина, потому что мы не знаем откуда он, а не по чину Аарона именоваться, потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона, то есть светхозаветного на новозаветный, ибо тот, то есть Христос, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, Христос был из колена Иуды, то есть из царского колена, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш высиял из колена Иудина, то есть царского колена, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхаседека восстает священник иной, то есть Христос, который таков не по закону заповеди плоской, то есть данный только для жизни на земле, но по силе жизни непристающей, то есть вечной, ибо засвидетельствована, то есть честь пророка Давида, ты священник вовек по чину Мелхаседека, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, то есть не на свои дела, заслуги, добродетели, которых нам всегда не хватает, а надежда на благодать, на Божье милосердие. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу, и как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей, то есть Христос с клятвой, потому что о нем сказано, опять идет отсылка к Псалтыре, клялся Господь и не раскается ты священник вовек по чину Мельхоседека, то лучшего завета, то есть новозаветного поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, то есть Господь наш Иисус Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Он истинно священник вовек. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, и о том, что Господь наш жив, свидетельствует пустой гроб в Иерусалиме, который своей пустотой свидетельствует о том, что смерть не могла удержать собою его присутствие во гробе. Это великое преимущество нашего пересвященника. Он жив для тебя и для меня, для каждого из нас, и он всегда и во веки тот же, Господь наш Иисус Христос. Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, то есть за верующих, таков должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу. Человеческие первосвященники, мы это знаем из Пятикнижия, они сначала приносили жертвы за свои грехи, а потом только за народ. А наш первосвященник, Господь Иисус Христос, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он, Христос, совершил это однажды, то есть на кресте принеся в жертву себя самого. А те приходили жертвами козлов, баранов и так далее. Христос приносит жертву самого себя. Он есть тот, кто приносит жертву как первосвященник, он есть тот, кто является жертвой, и он является и тем, который как Господь принимает эту жертву. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, то есть Моисеев закон, имеющих немощи, а слово клятвенное, то, что мы видели в Псалтире, после закона поставило сына на веки совершенного. И вот объясняя этот последний 28 стих, святитель Василий Великий пишет, он, то есть Христос, он нас, которые не братья ему, но стали врагами через свои грехпадения, он непростой человек, но Бог подарование нам свободы нарицает и братьями своими. Ибо сказано, возвещу имя Твое братьям моим, поэтому искупившие нас, если обратим мысль на его естество, не брат нам, и не человек, если же возьмем во внимание благодатное его снисхождение к нам, то и братьями нас называет и нисходит к человечеству тот, кто не даст Богу выкупа за себя, потому что ему не надо приносить жертву за себя, но даст выкуп за весь мир, ибо не имеет нужды в очищении, то есть самому не надо очищаться, но сам есть очищение наше. И вот на этом толкование, это гамилия на Псалом 48, святителя Василия Великого, мы окончим сегодняшний обзор 7 главы послания к евреям первоходного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор 8 главы. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это сложное время. Продолжение следует...